А компания Таркос к честь своему дню рождения прислала мне подарочек. Сейчас мы будем кое-что открывать, пробовать. Короче, видео будет очень интересно. Не пропускайте, подписывайтесь. А мы все распаковали. Вы посмотрите, какая дегустация нас ждет. Но я не хочу, как остальные блогеры, знаете, снимать, ужираться этим пивом сразу в один день. Всем. Это ничего не почувствуешь. Я буду там по 2-3 баночки в день снимать, а потом все это смонтирую в одно видео. Ну то есть дегустацию там, с друзьями, со всеми делами. А, кстати, еще Таркос прислал ящик, это для подписчиков. Если на этом видео собираете, ну давайте, 3000 лайков за месяц. Вот, за месяц набираете 3000 лайков на этом видео, тогда я разыграю, ну на вкладке сообщества сделаю постик с розыгрышем и разыграем ящик. А если не наберете, тогда вам это пиво и не надо. Вот, пить вредно. Также там еще накле... Я сам, короче, его себе заберу тогда. Тут еще есть наклейки, смотрите, они прислали. Ну давайте подписчикам тоже наклейки подгоним. Это, смотрите, это их дизайны. Дизайны, конечно, просто пушка-бомба. Вот. И футболочка. Ну футболка у них, по-моему, XL, а у меня 3XL размер. Поэтому еще Илюха, мой друганчик, брат, можно сказать, померит ее. Ну, XL, я думаю, тебе будет хорошо. Да, я думаю, да. Так что все проверим. Все. К сожалению, не все доехало в целости и сохранности, но ничего страшного. А, из интересного. Из интересного. Есть резервы. Это, по-моему, суперредкое пиво. Там ограниченный экземпляр. Да, 3000 бутылок их было. У меня 2385 бутылка. Она пронумерованная. Вот. Это самая редкая коллекционная. Ее обязательно попробуем. Это к дню рождения завода они выпустили ограниченную серию. О, бутылка 860. У меня есть резервы еще белый. White Stout. Вот. Это к Таркусу 20-летие. Так что, ребят, поддерживайте Таркаса. Я на экране и, наверное, в комментах напишу, где их можно купить. В Москве, Подмосковье и так далее. В каких магазинах. Но у нас в Перекрестке мы видели, да, Илюх? Да. В Красном Белом мы видели. Да много где она продается. Еще из интересного. Жигули 1970 года. По рецепту 70-го года, как тогда делали. И еще, по-моему, я видел 1980. Как раз когда Олимпиада была. Все это дело обязательно попробуем. Итак, у нас в ящике больше всего разбилась бутылка чешской короны. Дегустация. Вот. Мы ее это... Короче, отпробуем сразу. Хвойное послевкусие есть чуть-чуть. Но не горькое. Не. Отлично. Нормально, нормально пиво. Интереснее, чем бывает. Да. Чешская корона. Угу. Угу. 4,5, 11. Плотность. Горечь 26. Состав вообще отлично. Итак, футболочка Таркас. Ну, вы посмотрите, какая красота. Вообще. У меня такого мерча никогда не было. В смысле, качественно сделано. Здесь, во-первых, длинные рукава. Закрывают все складки, если какие-то ненужные. Потом, мне кажется, мужикам с животом оно подойдет. Видите? Оно такое на животе такое. У меня живота особо нет большого. Ну, нормас вообще. Сила. Сзади написано. Воронеж. О. Слушайте, я очень доволен. И горло, видите, какой высокий воротник. Просто пушка. Так, давайте с пушкой выключу. Угу. Спасибо Таркасу за футболку. Футболка вообще четкая. Мне очень нравится. Как что-то написано. Написано Таркас, герб. А вот это, наверное, солод. Ахмель. О. Очень вкусно пахнет. Жигули 1970 год. Видно меня? Еще как. Кстати, неуловимый такой запах. Очень легкий, кстати, на самом деле. Как положено. Жигулевский. Он так и должен быть хорошим. Да я говорю, это пикур. Вот я с курска. Прям очень похоже на пикур. Мне кажется, пикур. На основу. Жигулиновская она и была. Ну, просто как. Ну, вкусно. На самом деле. Вообще. Хмельчик. Запах. Вот это вообще без горечи. Да, без горечи. Так и жигулиновская не должна быть горечи. Хватит, я попробовал уже. Вот, ребята. Запомните, это пиво. Если правильно сделано, оно очень хорошее. Не, прям. Погос стоит. Это прям офигенно. На самом деле, это офигенно. Давай, Илюх, скажи. Не, прям вот это прям, это чтобы с газонокосилкой ходить по участку и это. Да? Вообще горечи нет. Отлично. Клани, попробуешь? Попробуй. Попробуй, 70-го года пиво этот сорт. Нет. Давай, снимай. Давай, давай. Снимаешь? А мы с вами на дачу. Уже неделя прошла с того момента, как я все распаковал, поставил в холодильник. Все у нас охладилось на даче. Давайте мы с Валюшей сейчас продегустируем синюю гусеницу. Опачки. Опачки. Смотрим. Пену. Опа. Это надо было делать ASMR, я думаю. Это видео заряжает позитивом. Это видео заряжает пивом. Вот это пена. Не, ну я, конечно, наливаю. Мне нравится так наливать, чтобы лишние пены и газы ушли. Вот. Опа. И опа. Как смотрится хорошо, наш заборчик. Сейчас маханем бутылочку на двоих и пойдем. Дело делать на даче, да? Угу. Вот так вот. Хоп. Опа. Слушай, цвет какой, да? Медовый. Вообще четко. Ладно, пока пауза, пускай себе, она сядет. Ну, пробуй. Валюш, короче. Я с вами. За подписчиков. И подписчиков. За лето, за дачу. Все дачники поставили лайк. Слушай, оно такое цветочное. Оно должно быть, да, вот такое прям. Легкое, летнее, не очень сладкое. Оно сладенькое. И прям с цветами прям. Ну, не приторное, как вот бывает сладкое пиво, да? Не, не, вообще офигенное. Это пока номер один. Синяя гусеница. Кто любит изысканность. Немного подпи... Ой. Лос ударил. Многие подписчики мне писали, что им тоже синие гусеницы очень нравится. Типа, все советовали. Мы поделали все дела. Я думаю, по-моему, потом будет заметно. А по Валюше вообще? Значит, пришло время отдегустировать следующего персонажика. Не, не упало. Ящерка Биль. О, это, кстати, Валюша выбирает, что. Да. Там полный холодильник, у нас разное пиво. Она выбирает, что. Сэммер. И вот это да. Вот это то, что надо. Морай такую. Ну что, пришло, пора попробовать. Хопа. Валюша, накажите. Накай. На солнышке, посмотрите, как оно смотрит. Какой цвет, какой размер. Давайте. За подписчиков. Кстати, похоже на синегусин с чем-то. Тоже есть какие-то цветы там во вкусе. Не знаю, я такой дегустатор пива, знаете, мне все похоже. Пока это похоже. Похоже на пиво. Похоже на то, что мы пробовали до этого. У него запах насыщенный. И он понежнее. Гусеница терпкая. А вот это понежнее. Не, да, это понежнее, да, точно. Короче, ящерца били тоже 10 баллов получается. Из 10. Ай, фокус, фокус. Вот он. А у нас сегодня армянские рецепты. Это у нас здесь что, Илюх? Там чесночок. Чеснок. Масло. Масло оливковое. Во. И все. И соль. И все. И соль. Во. Мне кажется, их не надо переворачивать, да? Получается просто это хоп. А мы уже за дачу приехали домой. И это дело можно отметить элитным пивом. Не попасть в этого слова. Смотрите. Это Таркас резерва Руссия Imperial Stout. Нам 20 лет. Выдержано 12 месяцев. Бутылка номер 2385. То есть это уже эксклюзивная линейка. Видите, Таркас 20 лет. Здесь тоже печать. А, и тут даже маркировка. Простите. Смотрите. Да. То есть, наверное, в продаже вы такую штуку вообще не найдете. Это 0,375 здесь, кстати. Пиво экспериментальное, номер 67. Она у них так называется. Слушай. Я такого редкого пива никогда еще не пил. А где у нас открывашка? Вот она. Сейчас очень интересно попробовать. Вот мы сейчас с Валюшей дома сидим. Да, дата другая. Уже июнь. Мы только приехали, а чуть поменял плендарь. Не успеваем. Ну что, наливаем. Вау. Вот это пушка. Вот это да. Вау. Очень красиво. Да, очень все красиво. Можно еще подсветочку включить. О, давайте я покажу пену. Не, ну это пушка. Сейчас пена осядет, а мы это дело продегустируем. Пришла, пора попробовать. Валюше. А, давай я сначала, потом вместе. Ммм, пахнет хлебом. Пахнет Воронежем. Хлеб. Это же Черноземье, поэтому там зерном должно быть. Пахнет Воронежа, я думаю, да. Ну так как я с Курска, по идее, у нас выращивают одни культуры. Мне так кажется. Я в Воронеже, если честно, был только кутил там и все. Один раз. Вот, два дня там были. Хорошо, пил-то не пожили. Да, слушай, Воронеж, это, как это, я не знаю, как Лас-Вегас наш местный. Тепкое. Оно крепкое, мне кажется. Сейчас, подождите, я скажу, что тут по крепости. Ммм. 12,5. Ммм. 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 Ну, стаут, стаут, хороший стаут. Я просто стауты люблю на самом деле. Но я делал менее плотные стауты раньше. Этот прям очень плотный. Прям вообще пушка. Но оно приятное, оно не противное. Я рад, спасибо Таркасу, что могу прикоснуться к эксперименту. Как прекрасно. Да, присылайте еще. Давай. С подписчиками. А мы не останавливаемся. Что такое 0,375? 0,375. Ну, короче, округляем. 0,4. Что такое 0,4 на двоих пиво? Вот. Поэтому мы решили продолжить. Таркас, это у нас Берри Поттер. Ягодный темный Эль. 6% крепость. Что это такое? Горькостью 17. Горькостью 18, да. Цветю 80. Что это значит? Значит, будет насыщенным. Может, как вино. Ну, может быть. Кстати, вот эти бутылки, они просто офигенские. Они такие тяжелые. Вот от Аркас есть, получается, несколько видов бутылок. Вот эти бутылки, они вообще топ. Я не знаю, такая бутылка, мне кажется, только стоит рублей 50. Но это я догадаю. Мне даже захотелось ее оставить на память. Да, вот я же делала, вот видела, украшение бутылки. О, давай мы ее оставим туда сейчас, поставим. Знаете, видите, вот у меня там бутылка стоит. Вот это просто простая бутылка, и я ее там ракушками укричу. Ну, на заднем плане имеется в виду. Давайте ее оставим, дай. Бутылочку мы оставим. Ой, Милана раскрашивает. А еще Таркасы вы не делаете фирменные какие-нибудь открывалочки? Смотрите, у меня какая с открывалочкой. Я бы хотел бы открывалочку себе от Таркаса, потому что у них топовая майка, зацените. В ней идет майковая? Очень. Очень хорошего качества. Да, вообще офигенно. Мы ее стирали уже два раза. Я в ней везде теперь хочу. Она жарковата, наверное, такая. Да, да, она плотная, в ней жарко. Еще сенья такая. Так, ну, погнали. Наливаем. АСМР пошел. Вот, уже темное пиво. Ну, ладно, не будем мешать. Я так и попытался, чтобы то было темное, поэтому это... Ой, это как будто бы газы какой-то. Почему она так вот азот? Такая пена поднимается вообще. Скажи, а все-таки как правильно наливать пиво? Как ты наливаешь? Я предпочитаю вот так, как я наливаю, чтобы пена выходила, потому что вообще пиво для меня это тяжелый напиток. Я особо пиво, ну, я не фанат пива вообще в целом. Я люблю крепкий алкоголь. Ну, там водочка, там виски, текила. Сейчас часто напишут. Ну, нет. Но сейчас же лето. Летом, конечно же, я делаю или на даче коктейли какие-нибудь, ну, там, освежающие. Легкие, апельсиновые, перфруктовые. Ну, бывает, ты, например, косил 16 соток травы, ты задолбался и не хочешь на никакие коктейли делать, просто хочется что-нибудь холодненького попить. Поэтому, конечно же, это пиво. Вот, то есть для меня пиво это летний напиток. На море, помнишь, мы в Сочи. Да, и на море мы обычно берем. Вот, так что в этом плане мне нравится пиво. А так, чтобы я, ну, пил пиво постоянно. Не, я вот выпил две бутылки, все, максимум. Больше мне не надо. Поэтому даже мне нравится то, что вот это пиво, оно все-таки крепкое и такое, знаете, плотное, такое тяжелое. То есть ты и не выпьешь больше, чем 0,37. А, вот, 0,37-5. Вот, ты больше как бы и не выпьешь. Не знаю, я бы не выпил больше, чем 0,5. Нет, кстати, есть любители пива, которые прям каждый день... Нет, есть любители пива. Нет, обычно, вот встал, я всегда беру себе одну баночку и ее пью там полчаса, вот так, и все. Потом перехожу на водяру. Вечером, когда становится прохладно. Давай, пауза, да? Или ты сразу прохладываешь? Нет, давай сразу. Ну, давай. Мне кажется, пена осела. Смотрите, какая пенка сверху. Красота же. Вкусная. Да. Пахнет. Кстати, пахнет ягодками какими-то. Валь, скажи. Ой, да. Пахнет в запахе ягоды. Пахнет свежестью. Пахнет этим сиропом. Знаете, бывают эти сиропы, которые вот эти для коктейлей. Валя уже пробует. Ой, ну она, конечно, помягче, приятная, но такое прям охлаждающее. Свежающее. Нет, вот она холодненькая. Там чувствуются ягоды, и она такая холодная, вообще офигенная. Вот эту в жару всем советую. Особенно, если у вас сад какой-нибудь, там, ежевика, малина, там, кусты, вот это все растет. Я бы даже сделал бы какие-нибудь коктейли. Интересно, так, вы вообще пробовали когда-нибудь с своим пивом делать коктейли? Есть же вот эти там, ну, всякие пивные коктейли, именно когда там добавляют крепкий алкоголь в пиво, там что-то замешивают с лаймом. Очень приятно. Вот, я бы, если бы ребята поставили много лайков, я бы, конечно же, попробовал бы какой-нибудь коктейль сделать. Вот мы сегодня вот такой лимонад купили, видите? То есть вот это пиво, оно как лимонадик такое вкусное. Нет, вот это шикарно. Вот это мне очень, это 10 из 10. Мне очень понравилось. Вообще, я люблю портер. Портер, он всегда прикольный. Помнишь, я всегда беру все портеры? Я бы сказала, вот это первое пиво, это для мужиков, второе для девочек. Да нет, оно офигенно, я сам буду пить. Все, ну, все, наверное, сегодня мы две банки выпили, следующее пиво будем пробовать в другой раз. Это у нас магазин Перекресток. В Перекрестке есть вот такое пиво Таркас. А мы с вами уже в новой локации, вот, не прошло и полгода. Короче, пробуем опять резерва, белый стаут, нам 20 лет, выдержка 12 месяцев, бутылка номер 860. И это специальный пивной напиток номер 61. Ну, короче, это у них эксперимент. И алкоголь 7%. Ну, короче, это должно быть плотно достаточно. Ну, в смысле, терпко. Сейчас мы это дело затестим. Так, АСМР пошел. А микрофон у меня тут, я впервые снимаю с микрофоном, скажите, лучше так, нет? СМР. Ммм, одна пена. Ну, я, конечно, специалист еще тот. А, и сегодня еще мы впервые снимаем, когда я уже ужаленный. То есть это, раньше мы снимали на трезвые всегда все обзоры, а теперь мы уже это, выпили этого, джинтоник выпили, да? Да, по джинтонику мы уже дали полбутылочки. Ну, сейчас пена осядет и снимаем продолжение. Пенка осела? Давайте. Со мной тут Илья Анатольевич, коллега. За подписчиков? За подписчиков. Это вообще офигенно, это какое-то банановое, да? Очень вкусно. Мне кажется, это банан какой-то. Валь, попробуешь? Скажи свое мнение чуть-чуть. Попробуй. У меня почему-то вкус банана, я не читал, что там написано. А где это бутылочка? Это и вкус браги. Не, ну брага, это, кстати, есть много сортов пива, где брага, она присутствует. Вода подготовленная, сол, 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 пшеничный, ячменный. Лактоза, сырье. Кокосовая стружка. Пшеница. Нет, кокосовая стружка, хлопья овсяная, хмель. Это кокосовая стружка, я даже не угадал, что это кокос. Это кокосовая стружка тут в составе. Это в баунте. Блин, таркос без обид. Я знаю то, что то у вас юбилейное пиво, она как бы темная, она как бы больше популярная. Но мне вот это понравилось вообще офигенно. Это прям... И 7 градусов даже и не чувствуется. Солёк-то это не так, наверное? Нет. Нет, ну потому что 7 градусов. Прям как напиток хороший такой. Да. Это не просто там как пляжное. Опять же, я вот говорил, что у них бутылочка это 0,375. Вот больше даже и хватит. 0,375 и хорош. Мне очень понравилось. Я вообще люблю стауты. Я стал белый, никогда не пил этому в первый раз. Так что всё, я запомню этот день навсегда. Загадываю желание. Хочу, чтобы... На море. Нет, я тебе не скажу. 1980, Джигулевская. Наливаем СМР, погнали. Это, короче, Таркас. Нашли вот этих, как они... Как называется на заводе, кто делают вот эти все рецепты? Как это называется? Купажистов. Ну, не купажистов. Я думаю, это, скорее всего, инженеры производства. Они нашли этих бабушек и дедушек и держат у себя на вилле в Воронеже, чтобы они им раскрыли все секреты вот этого пивоваренья 1980 года. Так. 1980 год. Ну, я думаю, надо подождать пока пена сядет чуть-чуть. Давайте подождём. Пришла пора попробовать 1980 год. Я тогда ещё не родился, но это была Олимпиада. Это был тот самый день, когда люди СССР пролили больше всего слёз, когда Мишка улетал. Вот, поставлю его сюда. Вот, мой напарник со мной. Западкистиков. Да. Западкистиков. Пахнет. Не знаю, пахнет. Совершенно другой запах. Вообще, не, ну там был сахар. Здесь сахара, по-моему, нет вообще. Он просто пахнет. А то он пахнет. Не знаю. Не знаю. Пахнет пивом. Не знаю, советским. Да. Ершом. У нас такое пиво было. Ерш называлось. В Курске. Я не знаю, у вас было такое. Да. Такая кислинка прикольная. Да. Да нет, это прям... На самом деле, наверное, надо было сначала выпить вот это, а потом стаут. Потому что стаут, мне кажется, он до сих пор держит во рту вот эту сладость. Вот поэтому я не хочу все пиво пробовать в один день. Поэтому мы вот так делаем, то там пробуем, то на даче, то дома, то в гостях. Да нет, легкое пиво, да, обычно? Да. Сейчас. 4,5 оборотов. Сусло 11%. Вода подготовленная, солод поваренный и ячменный хмель. А, ячменный солод и хмель. Все. Ну, как обычно. Тут ничего такого нет, да, просто... Там просто разница в том, что это в методе обжарки, вот это все. Вот это типа они повторили. Я не знаю, я, конечно, не жил в 80-е. Да мы все тут, да? Никто из нас не жил в 80-е. Ну, мы были... Вы были маленькие еще совсем. В общем, второй не любился. Да. Это был один годик. Да, Валя был один годик вообще. Так что... У нас даже неокого спросить. Нет, неплохо. Это легкое пиво. Вот такое пиво, мне кажется, в жару можно пить постоянно. Ничего в этом такого нет. Хотя, Илюх, тебе больше понравилась чешская корона, да? Да. Тебе до сих пор нравится она больше всего? Корона, да. Вот Илюхе больше всего понравилась чешская корона, вот эта, которую мы разыграем ящик. Вы помните на канале, если вы поставите 3000 человек или 5, я уже забыл, сколько надо. Ну, пена густая, посмотрите. Смотрите, пена какая. Это замечательно. Все, я уже не знаю, где мы с вами встретимся, в какой локации. Надеюсь, не вы в отрезвителе. Пока. Ну что, мы тут это самое сейчас допили вот этот 80-й год. И это прям вкус меда на самом деле присутствует. Я не понимаю, почему. Но там присутствует вкус меда. То ли какого-то цветочного липового меда. Вообще офигенно. 80-й год топчик 10 из 10. У нас белый стал 10 из 10. Нам так понравилось пиво 80-го года, что мы решили посмотреть диафильмы 80-го года. Да, это же не 80-й, это вообще не 60-й. Сергей Миколков, рисунки Ниганова. Дядя Степа. Кто? Милиционер. Сейчас ведь великанов. Тех, кто знает вся страна. Жив, здоров, Степан Степанов. Бывший флотский старшина. Треснул лёд. Река пошла. И бабуся поплыла. Пиво Таркас в магазине Глобус. Смотрите. Есть томатная газешка. Это вот этот бланш. Также есть два бобра. Белый кролик. Чешский пилснер. И черширский кот. И синяя гусеница. Ну вот это пиво я, наверное, всё в основном уже и попробовал на канале. Наверное, всё самое основное. Да. Магазин Пятёрочка. Из пива Таркас есть безумный шляпник. 84,99 стоит. Также, смотрите, есть мышь Соня. Вот она. Стоит непонятно сколько. Чеширский кот. 126. Белый кролик. 114. Но это без акции. А вот Газе. 119 рублей. Наверное, самое выгодное предложение. Ну, надо ждать акций. По акции, конечно, они тут цены более лучше, чем в других местах. Магазин Лента. Цены на Таркас. 99 рублей. Белый кролик. 130... А, тоже 99 рублей. Чеширский кот. Томатная Газешка. 139 рублей. Вон она там. Вон она стоит. Потом два бобра. Тоже 99 рублей. Слушай, в Ленте прям выгодные цены на Таркас получается. Смотрите, это овощи Орехово-Зуево. И тут тоже есть мышь Соня и безумный шляпник. И стоит 84 рубля. Это просто сказка. Кстати, мышь Соня мы не пробовали еще. Там костерная трубочка. Там все по-серьезному. Ну, претензий у нас не было. Потому что отлично смонтировали. Они работают по человеку. Но прибор это без проблем. Просто тоже сейчас, да, Игорь, видите? Сейчас пробуем черский пилснер. Ну, я его часто покупал. Это обычное пиво офигенское. 5,5, 13 НС и 28 ИБУ. Ну, это прям пилснер классический. Он в КБ продавался раньше. Я его всегда покупал. Вообще бомба. У нас он на даче беседку строит. Пиво с пивка. А, мы же это видео снимаем уже почти месяц. Да, да, я уже забыл. Вот. Пробуем сегодня Жигулевское 1970 года. Мы с мужиками уже на даче пробовали. Потому что мне же прислали, ну, в нескольких экземплярах. Вот. Да. Заснимите это дело с тростником, с сахаром. Валя обратила внимание. Вот. Это ГОСТ 70-х годов. То есть, они там следили. В 70-е годы Таркас заслал в прошлое на машине времени людей, кто списали все эти тратки у этих. Мы подсмотрели рецепты и сделали такой же. Обратите внимание, тут у нас Брежнев на фотографии. И кто-то еще. Узнаете этих людей, девочки? Кого вы узнаете? Это Че Гевара и Брежнев. Че Гевара и Брежнев. Вот. Я даже не знал. Вот. Просто у нас Настя... Нет, не Че Гевара, а этот, как бы, сейчас скажу. Ну, это тоже с Кубой, господи, как его. Кастро? Фидель Кастро. Да, да, да. А, Илюх, да. Ты знаешь всех людей? Фидель Кастро же? Фидель Кастро, да. И Хрюетов и Брежнев. У нас даже есть советская открывалка. Обратите внимание, комары. А, и обратите внимание, у нас новая беседка. Посмотрите, какая красота. Просто шикардос. Таркас прислал чемодан денег, и мы купили беседку. За обзор. Шутка. В этом видео нет рекламы, на самом деле. Слышали этот звук. Сейчас будет осеймер. Представляю, как у некоторых сейчас текут слюньки. Не только слюньки. Может быть, кому-то нравится Брежнев. Да, Ильфи Дель Кастро. Ну что, как всегда, мы ждем отдали этого отстойка, правильно? Нет, не будем ждать. Мне кажется, достаточно вполне себе. Опа, отсюда. Ты почувствуешь тростниковый сад? Да, вот все нюхайте. Вот, Илюх, тебе. Нюхаем. Ну, мы уже пили с мужиками. Вообще, она была как 80-ая, кстати, похожа, да? Да, очень хорошая. И вот. Все, пробуем, давайте. За подписчиков. Просто легчайшая. Просто это... Мне кажется, вот в бидонах этих... Просто залетела. Алкоголь 4,3, да, это вполне себе. И экстрактивность начального сусла 11%. Вот. Светлое, фильтрованное, пастеризованное. Вот. Этому пиву мы ставим, опять же, 10 из 10. А сейчас мы будем пробовать пиво 2 бобра. Обратите внимание на этот шикарный дизайн. У Таркаса, конечно же, художники работают по полной. То есть, все у них получается красиво делать. Почему написано 2 бобра на английском? Вопрос. Не знаю. Алкоголь 4,9, НС 13%, пшеничное, пиво 2 бобра. 0,45 бутылочка. И еще, смотри, у них есть QR-код. Тут можно посмотреть, как они варят пиво. Типа, можно сканировать. Вообще, там к ним можно на экскурсию на завод съездить. Они даже предлагали мне. Вот. Ну, Воронеж. Хочется поехать, конечно. Вот, гостиницу мы найти. Недорогую. Да, Хилтон. Хилтон нормальный в Воронеже. Мы там жили. Шикарно. Итак, наливаем, делаем осеймер. Два бобра. Купочки, полетело. Мне кажется, это самое классное видео. Да, так это оставим, попробовать Илюхе. Нашему помощнику. Слышите, как они, пузырьки лопаются? Может быть, и не слышно. О, надо ждать, когда пена вся есть. Что-то тут прям дофига пены. Итак, пришла пора попробовать. Запах пшеничка. Просто пшеничка. О, где мой этот? Собто, друг дегустатор. Давай. Так, ну, за подписчиков. Да, за подписчиков. О, здесь какая-то в вкусе присутствует сладость. Кстати, этот тресняковый сахар-то попробовал, почувствовал? Нет, не почувствовал. Комары живут. Они пиво хотят. Не знаю, какая-то карамель, что ли. Какая-то сладкая что-то. Да, очень сладкая. Очень сладкое пиво. Это какой-то напиток пивной, а не пиво. Очень сладкое. А вот сейчас мы будем пробовать сладкое пиво. А мы начинаем пробовать сладенькое. На сладенькое у нас сегодня дабл черри. 4,5 алкоголя, таркас, пивоварня. Черри, потому что с вишневым соком. Дабл, потому что... Что там написано? Дабл, потому что... Дабл чудо. Потому что да. Дабл чудо. Ютуб не бань, мы не знаем этот язык. Это можно банить. Надеюсь, нет. Если что, потом я вырежу этот момент. Потому что сока очень много. Дабл. Типа здесь два сока. Типа один пиво, два сока. Да, двойная доза сока. Открываем. Опа. Мой парень, Майсик. Ммм. Слушай, пахнет это вином. Это что-то сейчас будет. Слушайте, это какой-то... Это какой-то черри взрыв. Это просто вино. Это на вкус как будто лимонад. Я уже чувствую на запах. Что-то. Кошка пьет из лужи, представляете? Вот у кого. Смотрите, что творят. Дабл странч. Вот так вот. А потом мы этих кошек целуем. Облизывают нас. Она просто не пила пиво. Да, лучше пейте пиво, чем из лужи. Это доказано учеными. Пейте пиво. Пил на эту... Да. Так, один бокальчик моему помощнику-дегустатору. Так, за подписчиков. Ммм. Пахнет вообще офигенно. Прям как будто с деревни какой-то сок вишневый. Даже химозина в запахе химии вообще не чувствуется. Пробуем. Очень вкусно. Да, вкусно. Прямо напиток обалденный. Да. Это явно не пиво тоже, это какой-то напиток. Ну и не сладкие как бывают. Вишневые всякие. Да, сигоро. Не, вот эти, знаете, будут, вот эти, как мы раньше брали их, вот эти женские пиво, вот эти, как они называются. Рец. Рец, да, 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 да. Вот там, конечно, какой-то химозный сладкий вкус. А здесь, здесь как будто это концентрированный сок, вот это, как мы для самогона покупаем, разбавляем его самогоном. Вот что-то это похоже на оно. Ты, Валюш, пробовала? Нет, сейчас попробую. Короче, советуем. А сейчас у нас будет битва. Чеширский кот против два бобра. Так, я себе наливаю чеширского кота. Опа, ну, давай, Валюш, тебе брат тоже еще. И мы это дело как раз проверим. Опа. Итак, чеширский кот. Пробуем чеширского кота. Чеширский уже на матрасе. Лежа пьем. Ммм, такое цветочное, свежее. Ну, такое, девочкам понравится, короче. А, два бобра. Ммм, это пшеничка, что ли? Обычное пшеничное пиво, мне кажется. Светлое, фильтрованное в стиле чешской дванадцатки. Дванадцатки. Что это такое? Чешская дванадцатка, короче, в стиле. Дванадцатка. Или дванадцатка. Не знаю, мне и то, и то понравилось. А ты, Валь, попробуй, что скажешь. О, ну, тут прям цветочное. Да, прям цветы-цветы. Ну, стиль безумный. Вот эта синяя гусеница, безумный шляпаник. Вот это все, стиль такой. Два бобра классическая. Да. Да. Ну, не знаю, кому-то понравится два бобра, если вы любите классическую пшеничку. Если вы любите что-то такое вкусненькое, необычное, то это чеширский кот. А сейчас пора попробовать безумного сляпника. Просто мы очень устали сегодня. То дождь, то снег. Туда носим. Из беседки в беседку. Это антисептиком он, Илюх, обрабатывал беседку. Короче, у нас тут веселуха, как обычно. Итак, наливаем на троих. Надо эту рубрику назвать. Сообразили на троих. Опачки. Еще. Ну, это должен быть тоже цветочный вкус такой, как у этого, как у чеширского кота. Опа. Смотрите, как четко. Это офигенно. Итак, безумный шляпник. Легкая, ароматная. Алкоголь 4,2. Плотность 11. Golden Ale. Вот. Да. Светлая, фильтрованная, пастеризованная. Можем, наверное, пробовать, да? Валюша, тебе где побольше пенки? Это моему напарнику. Давайте за подписчиков. Давайте. Валюша, с тобой. Чуть-чуть горчинка есть, по-моему. Да? Да. Оригинальный вкус. Что-то в нем есть хвойное. Но очень легкое, да. Прямо. Я бы сказал, чуть-чуть водянистый вкус есть такое. Ну, все не горько. Очень не горько. А сейчас пришла пора попробовать иппа со слоном. Иппа, кстати, мне нравится. Вот если на разлив в баре берешь, она получается неплохая. Ну, не знаю, что тут будет из бутылки, в общем. Ни разу не пробовал. У меня друзья просили, он когда, Серега, просил дать пиво, я ему дал. Он вроде сказал, что ему понравилось. Ну, не знаю. У него, как раз, жена была в Таиланде, так что такой подгончик был необычный. А в Таиланде же есть слоны, да? По-моему, да, или нет. Или я что-то путаю. Ну, все. Наливаем. О, какой цвет. Слушай, она темнее. Не, я не думаю, что она будет горькая. А ну, сейчас мы почитаем, там же горькость написана вообще в целом. Опа. Так. Алкоголь 6. Ой, это уже серьезно. Плотность 14. Горечь 42. Да, ладно. Она будет горькая. Пиво рецепт номер 2 называется она вот так. То есть, это какой-то эксперимент. Да, то есть, официальное название у этого пива рецепт номер 2. То есть, они не знают на самом деле, ну, как назвать-то пиво и не знают, будет ли большая его серия. То есть, возможно, серия будет маленькая. Опа. Что такое? Уже плохо кому-то стало? От горечи. Что, проснулся ребеночек? Угу. Ну, приди просто. Давайте дегустируем, Настя, дегустируем. Оп. Давайте. За подписчиков. Настя, как тебе? Ты уже попробовал? Вот это попробую предыдущие. Это безумный шляпочник. Мне кажется, это терпкая. Терпкая. Терпкая, да. Здесь больше всего. Ну, кстати, горечка какая-то необычная. Какая-то она под выпердом. Нет, в целом неплохо. Ну, крепкое пиво, горькое, для тех, кому нравится. Насте шляпочник больше понравился. Вот у нас тут подруга. Короче, мы голосуем за шляпника. Вот на наш вкус шляпник. Вот мы не любители горького пива, поэтому шляпник здесь выигрывает. А сейчас мы попробуем завалить сосну. Нет, это Илюха пошел завалить сосну к соседу в гости. Попросили. А мы с вами открываем пиво Хворобей. Это, наверное, комплимент программе Comedy Club, да? Там, по-моему, был такой Хворобей или Воробей. На самом деле, девичь фамилия моей мамы Воробьева и ее брата, родного моего дядю, постоянно называли этим. Воробей. Хворобей. Так, а ну давайте я сначала налью, чтобы пеночек отходило. Так, Валюш, ты со мной, получается, дегустируешь, да? У нас все разошлись по делам. Так, хопа. Ну, пена, как всегда, густая, хорошая. Но это я еще так наливаю профессионально. Итак. Indian Pale Lager. Обычно Indian L, а тут Indian Lager. Интересно. Алкоголь 4,8, плотность 12, горечь 24. То есть 24 это нормальная. Светлая, фильтрованная, пастеризованная 4,8. Ну, что же, пришло пора попробовать. Хоп. Валюш, можешь показать крупным планом, как она. Ммм. Ммм. Запах насыщенного пива. Ммм. Просто идеально. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней. В темноте своих дней. Все. Фигачим. Ммм. Послевкусие. Да. На самом деле, мы с друзьями посоветовались. И по нам вот это со слоном особо не понравилось никому. Но все-таки нам нравится пиво больше всего в нашей компании. Все, что содержит слово чешское. То есть чешская корона, чешское там вот это все. Что такое, блин? Меня атакует у тебя вода. Ну, конечно, мы тут пиво пьем. Все мухи слетелись с района на нас. Вот. Поэтому нам нравится что-то такое классическое пиво больше, чем со всякими там сладостями, горечами и приколюхами. Что такое, комары уже слетелись. О, ну, как вы видите, я допиваю все до конца. Ну, оно терпкий тоже вкус. И такой вот... Да нет, я бы не сказал, что терпкий. Это вообще прям... Это после вкуса после него идет. И при этом чувствуются какие-то цветочные ноты. Ну, вот если чеширский кот и безумный шляпник там была какая-то вкусняшка во вкусе, да? Все, ну, какие-то цветочки, там что-то такое. То здесь это больше классическое. Не, я бы сказал, что больше классическое. Там типа мука, солод, хмель. Вот это чувствуется. Дрожжи. Ничего такого я там не чувствую. Что-то сверхъестественного. Да, Саш? А мы сходили на дачу к соседу. Завалили ему три сосны. И теперь я заработал вкусняшку. Еще одну. Таркас Бельгин Блунд Эль. Вот это должно быть вкусно. Потому что Блунд, все, что с ним связано, это такие вкусняшки. О, да. Пахнет свежестью. Пахнет писающим мальчиком, который на картинке изображен. Что за вкусняшечка? Так, чуть-чуть оставим. Бутылочки, как всегда. Так, ну что? Ну, по запаху это прям, не знаю, блонд. Пахнет блондиночкой. Понюхайте. Хоп. Хоп. Что вы можете сказать? Ну, ваше внимание. Ну, давайте. Что вы можете сказать по этому поводу? А, я же не рассказал даже. Подождите, дайте я вам расскажу сначала. Это у нас алкоголь 6. Ничего себе, это крепкая. Плотность 15 и горечь 16. Тут вообще горечи не будет во вкусе, по сути. Таркос Блонд Эль. Это у нас, скорее всего, нефильтрованная. Светлая, нефильтрованная, неосветленная, пастеризованная. Вот. Что, давайте. За подписчиков. Да, очень приятно, вообще офигенно. Это первое место. Ну, она чуть сладенькая, да. Больше по вкусу она для женщин подходит. Ну, и для мужиков, которые не любят пшеничку. Для мужчин, мальчик, короче, для женщин. Не-не-не, мне тоже нравится такое. Я вообще люблю тёмное пиво. А вот оно по вкусу хоть и светлое, но похоже на тёмное пиво. Как будто карамелька какая-то во вкусе есть вот такая сладость. Так что, вполне себе, я бы себе такое покупал бы. Мне очень понравилось. Пока что мне понравился Безумный Шляпник. Этот Блент Эль. И Хворобей тоже норм, кстати. А мы пробуем Белого Кролика сразу же. Влетаем. Белый Кролик мы с Валей выпили. Офигенное, да? Мужество пробовали. Ну, давайте освежим вкусовые сосочки. Вот. Сосочки надо постоянно теребить вкусовыми этими... Ну, новыми этими ощущениями. Вот. Так что, пробуем. Вот цвет прикольный. Это какое-то нефильтрованное, по-моему. Надеюсь, завтра выгребная яма у нас не закончится после таких дегустаций. Всё-всё намешать в одну бочку. Итак, Белый Кролик, алкоголь 4,8, плотность 12, горьк 14. То есть, это совершенно не горькое пиво. И пшеничное, светлое, нефильтрованное, осветлённое, пастеризованное. А, ну нет, она пастеризованная, так что должно быть всё нормально. Вот. Так что, сейчас давайте понюхаемся, говорите, что вы чувствуете. Да, не стесняйтесь, что вы стесняетесь. Ничего-ничего. Свежесть, свежестью пахнет. Очень свежее какое-то. Просто... Наверное, это будет похоже на с цветочными нотками, как в безумный шляпник, я думаю. Ну, чисто теоретически. Чё, всё? За подписчиков? Всё-всё-всё. Всё-всё-всё. Нормас. Да. Ну, нефильтрованное пиво обычное. Не каждый это любит. Ты любишь, Настя, такое нефильтрованное? Нет. Вот Насте не понравилось. Вообще... Вот мне вот это. Хугарден, или? А, Хугарден, точно. Белый кролик, это Хугарден. Валя, блин, тебе надо снимать эти... Я вообще не шарю за пивом, на самом деле. Я же говорил, что я пиво, ну, не особо там такое прям, чтобы всё прохать. Пробовал в жизни пиво. Ты, Настя, обычно какое пиво покупала вообще? Вот так в магазин заходила. В последний раз вот Куршовица. Куршовица, да? Ага. А ты, Валя? Настя любит гараж лимон. Когда мы с Валей познакомились, она пила бат всегда, да? Вот когда я с Валей познакомился, по-моему. Да, бат. Бат всегда. Ловен-браун, бат. Ну, вот это вот наши вкусы. Ну, это, опять же, это сколько лет прошло уже, 12 лет назад это было. Я сейчас уже пиво не пью. Сейчас мы до пива не пьём, в основном. Сейчас мы в самогон гоним. Мы делаем ром из самогона. Девочки, девочкам из этого мохито делаем. Все в шоколаде. Девочки шампанское пьют. Ну, шампанское, да. А сейчас пришло время с выпердом пиваса. Это у нас Милк Стаут молочный тёмный эль. Ты посмотри, какая красивая корова. Прямо как будто бы это реклама шоколадки Милка. Кто это? Это не мы. Ну, будто бы это шоколадка Милка здесь была. Домой. И я хочу домой тоже. А нам осталось продегустировать совсем чуть-чуть, и этот обзор уже выйдет. Потому что мы уже всё выпили. Всего-то месяц, и мы всё попробовали. Но сегодня у нас ударная получается дегустация. Я такие ещё не делал. Вот. Так, ну Стаут это Стаут. Стаут это вкусняха. Ну, мне нравится Стаут лично. О, это какое-то вино, слушай. Ёбра. Это какой-то Гиннес, что ли? А молочный, это что значит там в составе молоко? Давайте пока сено оседает, я вам почитаю. Сено? Пена. Молочный тёмный Эль, Милк Стал, Таркас пивоварня, алкоголь 5,7, горечь 25. Ну, кстати, для Стаута это не очень горько. Цвет 80. Да, он 100, это значит, типа максимально чёрный, не знаю, прям чёрный. А здесь он такой. Вот. Не фильтрованный, не осветлённый, пастеризованный. Состав водга подготовленная. Солод пивоваренный и чмельный, солод пивоваренный пшеничный, другие натуральные сахаросодержащие вещества лактоза, хмель, дрожжи пивные. А почему молочный, я не могу понять? А где там молоко в составе? Я думал, там просто молоко добавляют. Не знаю, очень странно это выглядит. Любимая женщина. Молоко любимой женщины моей, я хочу остаться с ней. Кстати, срок годности получается один, ровно год пива, да. Ровно год. До 9.01.25 года. Поэтому хорошо, что мы сегодня его допьём. Ты, Илюх, попробуешь с Таут? Да. Давай. А, тебе надо побольше пива не дам. Итак, давайте за подписчиков. У нас ещё шлыки сейчас надо жарить, надо уже заниматься этим делом. Очень вкусно пахнет. Пахнет, да. Интересно. Да. Насыщенный молочный пивоваренный. Можно, если человек покатался на мотоцикле, пришёл, прям его не остановить. Такой раскоморчивый. Это вкусный сладкий Стаут. Бывают Стауты, как Гиннес, они такие, знаешь, прям... Вот почему у Таркаса все пиво, они не настолько горькие, как вот любое какое-нибудь. А, ты пропустил, тебе не было. Мы ели вот это Ипо, вот это ели. Короче, вот это, вот это, она очень горькая. Я пробовал, она всё равно не настолько горькая, как взять какую-нибудь Ипо там. Про Белый Кролик хотел сказать, что это 1664. А, Белый Кролик, да, похоже на 1664, я забыл. Нет, вот это вообще тема. Очень вкусно, между прочим, оно приятное. Анастасия, давайте, да, сейчас попробуйте тоже. Мне интересно, тебе нравится такое вообще? Ой, надо ждать, когда пена сядет, подожди. Я так наливаю? Да, попробуй. И скажи, что ты чувствуешь. Дождусь отстойной пены. Как тебе такое? Или для тебя это слишком? Какой прикольный. Ну, она с горчинкой, с большей горчинкой, но... Да нет, там... Ну, она такая приятная, горчинка, да. Пьётся приятно. Вот, вот, когда я был, это как, ну, подросток, у нас были люди, которые занимались художественными всякими делами. Я был маленький. Не-не-не-не, художественными делами, когда занимался, там, ну, там парень, там один, он, короче, вообще резал иконы, на самом деле, представляете, у нас был на деревне чувак, ему было 16 лет, и он резал иконы и продавал их в церковь, и они их реализовывали. Вот, вот, ну, типа бизнес у него такой был. И вот он, ему приходит заказ, к примеру, там, надо, там, там, за месяц, там, 4 иконы, да, но это, на самом деле, это дофига работы, это долго всё это делать. Вот. И он пил кофе с кока-колой. Ты когда-нибудь слышал про такое? Когда кофе и кока-колы всё это перемешивается? Это чёрное кофе, растворимое с лимоном. Очень вкусно. Не, он это как энергетик натуральный, он это рассматривал. И вот мне что-то вот во вкусе, как будто бы кофе здесь присутствует и сладость кока-колы тоже. Ну, кока-колы там нет, конечно. Ну, что-то такое похоже. Кофе чувствуется, на самом деле, чёрное. Но я вижу, что никакого здесь осадка нет на бутылке вообще. Не, осадка там никакого нет. Пришла пора попробовать пиво, которое я уже пробовал, но... Пора, 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 порадуемся. Короче, томатная газе. Есть очень много фанатов этого пива. Именно у Таркаса. У нас даже Серёга Друганчик говорит, дайте мне одну бутылочку. Оказалось, что нам Таркас пришёл только одну или она разбилась при транспортировке, не знаю, вторая бутылка. Так что наливаем. О, какой цвет, нифига себе. Ёпарусы ты. Я пил просто из бутылки, его так не наливал. Всё-таки вот интереснее, да, когда в бокал наливаешь. Намного. Это томатный сок. Это какой-то... Вот туда бы сейчас гаспачо добавить. Мне вообще нравится томатное острое. Я пил томатное острое какой-то фирмы, я забыл какой. Было неплохо, но оно было прям очень острое. Вот. А, пока я съедаю пену, расскажу вам. Томатный сок и морская соль. Для вкуса. Каенский перец. А, каенский перец. Чтобы разжечь интерес. Четыре алкоголя, кстати, не особо оно такое, алкогольное. Пиво-напиток томата Матату. Гузе томатный. Нефильтрованная, неосветлённая, пастеризованная. Алкоголь 4.0. А где состав? Вода подготовленная, сол пивоваренный, сол пивоваренный ячменный, другую растительное сырьё, сок томатный. Вкусовые добавки соль морская, перец красный. Ароматические добавки кориандр, хмель, дрожжи пивные. Понятно всем? О, слушайте, как она это. Слышите? И как соловьи поют, слушайте? Ну, на самом деле, это поют дрозды. Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, что с волосами. Дрозды. Конкретные дрозды. Итак, давайте. Ну, давайте, да, сначала запах. Запах. Запах пахнет томатным соком, да, реально. Реально. Ну, разбавленный томатный сок с водой. Ну, и сосед начал пилить дрова, так что мы сейчас будем закругляться. Ну, я думаю, там особо не слышно. Что, тебе нравится? Кисленькая. Остренькая. Остренькая, кисленькая. Да и можно... Слушай, а мне что-то тебе понравилось. Ну, и можно запивать. Да. Да, он даже... У нас уже драка, драка идет. Смотри, там прям плавают эти перчики. Перчики, да. Да, слушай, это неплохо. Мы столько дегустировали таркос пива, что мне кажется, я уже начал чуть-чуть разбираться, и я теперь понимаю то, что мне нравится. И газа это не самое плохое. Дельфинский квас вот, пшеничный такой. Да. Но... Кислый. Но, давайте подводить итоги вообще по всем дегустациям. Нам с тобой, Илюх, больше нравится все-таки классическая чешская, да, вот эта там чешская корона и... Лошадь вот эта перевернутая тоже чешская какая-то там. Это у нас первое место. На втором месте у меня лично стауты. Стауты вообще прикол, прикол дать. Это реально прикольно. Вот. Валюше понравился больше, получается, вот типа чеширский кот, безумный шляпник, да, вот такие цветочные вкусы. А, туда воробей еще. О, и реклама «Газпромнефти» залетела. Опа. Красота. Ну, из сегодняшних, давайте из сегодняшних. Голосуй, Илюх, что тебе больше всего из сегодняшнего понравилось? Ну, наверное, шляпник. Шляпник? Да. Да, шляпник. Мне, наверное, понравилось, слушай, и стал ты вот эта штука. Ну, как-то, блин, ради эксперимента прикольно. Насте понравилось пишу, чего? Да, мне понравилось. У Насти понравилось вот это. Да. А Валюш, тебе что? Шляпник и томатный. Шляпник и томатный понравился Валюше. Да, томатный, это очень классный, с динами. Острова-то? Ну, да. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Может быть, нам пришлют еще что-нибудь на дегустацию тогда. Или мы в Воронеж поедем. Если нам... У нас две семьи, видите, дегустаторов. Вот. Если с вас гостиница, с нас путешествуем. Вот. Вот. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok